Ну вот ремонт школы идет у нас, заканчивается уже ремонт школы. На первом этаже повесили новые жалюзи, положили нолю. Дети, в общем-то, аккуратно относятся. Делаем это все своими силами. Учащиеся будущие 10 класса помогают в ремонте школы. Пятая трудовая четверть. Школа номер 11 практически готова к началу нового учебного года. Осталось навести порядок на первом этаже. Классы отремонтированы и ждут учеников. Особое внимание уделяется первоклассникам. Их в этом году 168 человек. Пять полноценных классов. Это класс будущих первоклассников, которых мы сегодня готовы встречать. Здесь будет обучаться первый класс Ольга Игоревна. Мы ее вам представим сегодня. Она очень волнуется и тоже готовится к приему своих детей. Первый раз в первый класс вместе со своими учениками. Волнуйтесь. Волнуюсь. Волнение Ольги Игоревны Шишмаревой, учителя начальных классов, понятно. Это первый ее набор первоклассников. Здесь важно фундаментальное знание, полученное в институте, успешно адаптировать с практическими занятиями в школе. На первоначальной стадии обучения невозможно обойтись без помощи родителей, полагает она. Им нужно усвоить, какими знаниями должен обладать ребенок, отправляясь в первый класс. Обще принято считать, что ребенок должен уметь читать, писать, считать. Моя позиция такова, что быть готовым к школе не уметь читать, писать и считать, а быть готовым всему этому научиться. Переучивать часто сложнее, чем учить заново. Я бы уделила гораздо больше внимания социализации ребенка, то есть умению общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, обращаться за помощью, говорить о том, если он чего-то не понимает, что-то у него не получается, чтобы ребенок не закрывался, а шел на контакт. Умение писать, считать и читать поступающему в первый класс не обязательно. Гораздо важнее интеллектуальной, готовность психологическая и физическая. Умение элементарно усидеть на одном месте 30-40 минут. Еще родителям следует уделить внимание самостоятельности и навыкам самообслуживания. Зачастую дети приходят, не умеющие завязывать шнурки, убирать за собой посуду, идентифицировать элементарно свои вещи. Также у современных детей наблюдаются сложности с элементарной, казалось бы, ориентацией в пространстве. Дети не знают право-лево, выше-ниже. Первоквастник должен все это знать. Да, примерная ориентация во времени, хотя бы интервал 15 минут. Дети разные и подход ко всем разный. Первый класс предполагает чередование деятельности непосредственно учебной и физической активности, так называемые физминутки или динамические паузы. У многих родителей подготовка к школе начинается со школьных принадлежностей. Так легче приучить ребенка к порядку. Что должно лежать у первоклассника в ранце в первый день занятий? В ранце 1 сентября должен быть пенал. В пенале шариковые ручки. Я своим родителям прям подчеркнула шариковые ручки, потому что современные дети и родители очень любят ручки «пиши, стирай». И мы сталкиваемся с проблемами разного рода в связи с этим. Поэтому только шариковые ручки. Ручка должна быть удобной, толстой, чтобы удобен был захват, и тонкопишущей. Простые карандаши, ластик, линейка, точилка. Ну, в общем-то, стандартный набор. У каждого учителя, как правило, есть свои какие-то требования. Все остальные необходимые ученику принадлежности ему будут выданы в школе. Это набор учебников и комплект прописей. Набор учебников состоит из двух частей азбуки. С этого, непосредственно, мы начинаем обучение. Это азбука и четыре части прописи. Дети знакомятся с буквами. И изучив азбуку, мы переходим к раздельному изучению русского языка и литературного чтения. И вы можете увидеть, что к концу первого класса дети читают достаточно объемные тексты. И даже знакомятся с, ну, конечно, очень условным, но литературоведческим анализом. Немаловажное значение для дисциплины первоклассников имеет единая школьная форма. Впрочем, она обязательна для всей начальной школы. С 1 сентября все идут дети. И прописано Министерством образования Российской Федерации о том, что девочки имеют платья коричнево-синего цвета, черного, фартуки белые и темные. Мальчики имеют светлый верх, темный низ и жилетки. Вопрос со школьным питанием давно решен и не требует обсуждений. Школьное питание по приказу тоже Министерства образования у нас бесплатное. Первые и четвертые классы получают завтраки. Дети-инвалиды получают завтрак и обед. И у нас есть категория многодетных, которые тоже получают завтрак и обед. Много лет дети получают бесплатное молоко. Желающие дети подходят, называют их молочные реки. Стоят стаканы, наполненные с молоком, закрытые, прикрытые салфетками. В любое время ребенок может спуститься. Если ему стало плохо, тут же стоит хлеб, который дети у нас больше любят, чем все остальные продукты. Они с удовольствием эти продукты употребляют. Любимая игрушка современных первоклассников – смартфоны и телефоны. Теперь тоже под строгим контролем педагогов, чтобы не мешали учебному процессу. Каждый учитель завел коробочку, куда дети кладут катушки свои. И в течение дня практически они не пользуются. Даже на перемене? Ну, даже обязательно. Вы что, на перемене он должен отдыхать. У него 15 минут, ему надо восстановиться, приготовиться к следующему уроку. А у нас три раза в неделю физкультура, надо переодеться. А у нас, кроме этого, есть английский язык, куда надо с одного этажа на второй перейти. Методические знания педагога, понимание психологии ребенка, плюс постоянное взаимодействие с родителями и контроль, особенно на начальной стадии обучения, это залог современной успешной школы. Но за всеми этими правилами и законами важно не забывать и об интересах ребенка, его стремлении к познанию и открытиям. Школа для него новый этап, может быть самый важный в жизни, и об этом нужно помнить. Александр Наточев, Денис Надельный, Данил Коровченко, городские новости, телеканал Лента.